Доброе утро, дорогие мои подписчики. Маленький обзор, чем сейчас занимается блогер Маэстро. С 7 утра у нас в Москве. Маэстро чешет на новую работу. Второй день. Вчера отработал. Правда не целый день. Я приехал где-то в 12.30 на собеседование. До того там нужен человек, что начальник говорит, что-то приходит завтраком с понедельника. Нужна работа, остановись и работать. Ну и я и попер. Разобрал вчера три заказа. Где-то тысяч на 15-17. Точно не считал пока. Нечего считать еще. Скоро не убитого медведя. Вот. Расценки. Такие. Достойные. Не то, что приемлемые, а достойные. Вот такую работу я искал. Отношения начальника подчиненным. Превосходное. Мужичок белорус. Такой состоялся. Раньше сам работал обьющиком. Национал. Понимает, что такое труд человеческий. Старается поддерживать материально. По возможности. Бывают, конечно, заказы там бабушкины, дедушкины. или постоянных клиентов, которым нужны скидки. Вот. Ну, в основном, меня прям удивило вчера одно кресло. Но оно в коже будет. Было в коже заменители. Клиенты захотели в коже. Вот. И по номиналу от общей суммы, короче, 10% он платит. Вот. Кресло в коже стоит 73 тысячи рублей перетянуть. Вот. 10% это 7300. Прям меня порадовало. Ну, и еще два заказа. Один большой диван. Четырехсекционный. И маленькая кушеточка детская. Вот. В общем, где-то на пятнашечку. Вчера я фишку проморгал. Короче, не положил на стрелку деньги. Сейчас в 7 часов утра положить мне негде. Сейчас буду договариваться с водилой, блин. Чтобы он наличными взял, я не знаю. При этом при карантине не брали наличными. Сейчас берут, не берут. Даже не знаю. Вот такой маленький косяк с утра у меня. Вот. Короче, все там замечательно. Приеду в цех. Досниму видео. Укажу свое рабочее место. Такая погода замечательная. Настроение классное, чего и вам желаю. Всем успехов. Спасибо, что со мной. Братья и сестры. Все. Приеду. Включусь. Вот, ребятки. 8.27. Я только въехал в Москву. Смотрите, что здесь творится. Так каждый день. Как люди ездят вообще. На работу. Вот, ребят, сейчас еду. Сейчас мы еще в метро ехать. Ну, дело стоит того. Лишние стройки тут паутину плетут. Дороги мои, дороги. Все. Стоим на месте. Сейчас полметра проедет. Опять встанет. Так что, не опаздывайте на работу. Ну вот, доехал. Наконец-то. Все на месте. Все памятники на месте. Архитектуры. Гостиница «Космос». Ну, так вот. Куча народов. Все. Никакого карантина нет в Москве. В метро говорят, что там без масок проезд запрещен. Без перчаток. Ну, никто, как бы, не претендует на проверку этого. Как бы, фактически, наверное, карантин... А, нет. Теоретически, карантин есть, а фактически его нет. Вон, наша башня общая. Откуда мы смотрим телевизор. Зомби-ящик, блядь. Все. Едем дальше. Такое вот эскалаторище здесь. Довольно-таки длинный. Спускаемся в подземелье. Ездят дневно 42 минуты подземелью туда-сюда. Вот, ребята, добрался. Территория какого-то завода. Здесь, ну, на таких объектах очень много сдают. И довольно-таки дешево. Так, ну, номера снимать не буду. И вот так что. Вот у нас цех. Вот у рабочей машины. Марсулеса нету. Это наш склад. Так. Дальше. Так, ну, пока объекты нету. Вот он, кстати, кресется сделал. Здесь полная реставрация была. Вот здесь он был. Каркас вот так прям треснутый. Ну, соответственно, все рассохлось. Лаковое покрытие, новая ткань. Молдинг. Такой вот. Это румынская мебель называется. Такой просторный цех. Вот я вот так тоже кроватку сделал. Вот моя мебель. Позавал я. Вот секция. Вот. Большой диван. И вот это. Это один заказ. Вот маленькая кушетка. Там несколько деталей. Второй. И вот нижнее кресло. Третий. К этому заказу к большому идут еще два вот этих пуфика. Вот видите, это коты, наверное, наши наши друзья. Обычно коты, собачки. Рут. И три барных стула. Ну, не знаю, мне они достанутся или нет. Ну, все. Пойду в продукты. В холодильник поставлю. А вот этот вот он тоже говорил. Из кальянной. Вот, прожгли. Надо заменить. Все есть. Вот, кухонька. Все есть. Будет посесть. Красиво. Питер, вон, улочка. Галюшка мне тут собрала обед как на лайну. Три пакетика. Что-то мы нас по наладилам. Ну, разберемся обе. Три пакетика. Ну, так вот. Все есть. Чай, коты. Так. Ну, что-нибудь еще сниму попозже. Ну, и вот, ребят, уважаемые подписчики, в конце видео первое мое десантирование на работе. Еду исправлять косяк за горе-мастером. Все. Всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...